Всем привет! Сегодня мы записываем уже 11 день нашего производительного марафона. Сегодня поговорим немножко об иероглифах. Иероглифы бывают у нас трех типов. Первый тип это когда это изобразительные иероглифы так называемые, то есть в древности рисовали картинку, допустим, женщины, лошади, мужчины, ребенка, потом эту картину немножко упрощали, ее стилизовали, и в конце концов получался у нас какой-то иероглиф, который, ну, более-менее сегодня это будет. Второй тип это когда к изобразительному иероглифу присоединяется еще несколько других, один, два или более других иероглифов, либо какую-то часть ключа, про ключики мы потом еще поговорим. Вот, и тем самым при соединении на нескольких различных иероглифов у нас получается новое слово. К примеру, если мы соединим слово «дерево» и «человек», то получается слово «отдых», то есть человек отдыхает под деревом. Дальше, третья группа это когда к этим частичкам, ну, иероглиф плюс ключик, плюс еще второй иероглиф, там, пятый, десятый иероглиф, присоединяется еще фонетик, то есть фонетик это как бы звучание меняет. Ну, там приписывается какая-то часть букв, ну, буква из хиригана, либо катаканы, и получается новое звучание. И тем самым меняется опять-таки слово. Все японские слова, в принципе, они построены как бы на ассоциациях, то есть можно комбинировать очень много таких вот ключей, всяких этих изобразительных иероглифов, потом сложные иероглифы, самые-самые сложные иероглифы, соединяем все в одно, и получается какое-то новое слово. Можно соединить один иероглиф с другим иероглифом, таким же сложным, получается уже еще одно новое слово. То есть все это как бы на ассоциациях больше связано. Дальше что такое ключи? Ключи это такие части иероглифов, по которым можно найти этот иероглиф в словарике. Словарики японские не бывают двух типов, либо по словарике по иероглифам, либо это словарики, ну, типа разговорники для иностранцев. Там у нас про, рассортировано все по алфавиту, по звучанию. То есть если идет сначала буква, по звучанию идет, то есть латинский алфавит взяли за основу, и там сначала идет буква А, потом буква Б, С, Д и так далее. Звучание, конкретно звучание. А если брать словарики с иероглифами, то там все рассортировано как раз по этим ключикам. Каждый ключик имеет штрихи, и ключики сами рассортированы тоже по количеству штрихов. То есть сначала идет ряд слов с ключом из одного штриха, потом идет ряд слов с ключами из двух черточек, и так далее до 17 черточек. Всего в японских словарях 214 ключиков насчитывается. Этот ключик это как бы самая основная часть иероглифа, на которой построено, в принципе, ну, остальное значение. Вот. Учивать японские иероглифы не буду, потому что я считаю, что можно с тем же самым гугл-перервычкой спокойненько это все нарисовать от руки причем и перевести. Конечно, можно купить хороший словарик, скорее всего, даже хороший словарик будет гораздо полезнее, чем гугл-переводчик, но мне немножко лень, потому что когда будешь искать в словарике, то там пока пролистаешь все страницы, то пройдет очень много времени гораздо быстрее взять и нарисовать от руки в гугл-переводчике. Плюс ко всему я гугл-переводчик когда делаю, я еще пользуюсь не только перевод с японского на русский, но еще и на английский, потому что на английский перевод этого слова бывает более расширенный перевод, то есть это как бы лучше понимается значение этого слова. Конечно, существует еще много разных ресурсов, способов, очень много заметила в интернете карточек, допустим, для запоминания иероглифов, ну, в основном это всякие основные такие слова, там огонь, дерево такие, ну, наверняка увидеть в интернете вот подобные такие карточки, они, ну, тоже для легкого запоминания таких легких слов. Я еще приготовила для вас такую бонусный материал такой, это этимологические слова японских иероглифов, правда, вся информация там на английском, я искала на русском подобную книжку, но что-то не нашла. Вот, в этой книжке там очень наглядно написано, нарисовано и написано там, ну, картинка, допустим, да, и написано, как из этой картинки произошло нарисование данного иероглифа. Вот, еще есть у нас такой ресурс, тоже оставлю ссылку в описании видео, где русские переводчики добровольно переводят японский этимологический словарь, то есть словарь происхождения иероглифов. И каждый желающий, кто знает японский язык, может присоединиться к этому проекту и помочь перевести одну-две статейки там, ну, как захотят, как захотите. Сейчас расскажу немножко про почерк курсивный. Есть такая у них штука, как квадратный почерк, потом полукурсивный почерк и еще курсивный почерк есть. Вот этот вот курсивный почерк, он самый такой гадкий, да, который мы в манге еле-еле можем разобрать. Так вот, есть такой, как бы, небольшая такая хитрость, чтобы более-менее можно было этот почерк расшифровать. Это нужно знать правила написания каждого иероглифа, каждой буковки. То есть, к примеру, вот хироган и катакан у меня есть программа, которую я вам уже показывала, ну, там, где можно от руки саму рисовать эти самые хироган с катаканой. И при этом мы соблюдаем порядок написания. А иероглифы, там есть специальные тоже правила, допустим, мы пишем сам иероглиф, не текст полностью, а конкретно один маленький иероглиф слева направо, сверху вниз. Сначала горизонтальные линии, потом вертикальные. Там еще есть несколько таких нюансов. Более конкретно я тоже вам оставлю ссылочку под этим видео, там лучше почитайте, хорошо? И так вот, когда мы знаем правила написания иероглифа, то есть, какая чертка идет сначала, какая потом, нам гораздо проще разобраться в этом письменном курсивном почерке. И последнее по поводу иероглифов. Есть такой значок, вот такой вот, как он читается, точнее, я точно не знаю, он означает повторение предыдущего иероглифа. То есть, если мы хотим сказать один человек, мы пишем один раз хиту, если мы хотим сказать много людей, можно написать два раза хиту, хиту, то есть, читаться будет хиту-бито, потому что присоединение случайно может измениться. Мы можем писать либо вот таким вот символом, да, два раза человек-человек, либо пишем вот человек и потом знак повторения иероглифа, то есть, вот таким вот способом. Знак повторения иероглифа нужен еще для того, чтобы показать либо множественное число, множественное число код предмета, как известно в японском языке нет множественного числа, но можно вот таким вот способом, так сказать, обхитрить систему. Либо еще при повторении дубликации двух иероглифов получается новое какое-то слово. Например, здесь приведет, например, токи-доки. Это будет токи, это время. Если два раза скажем время-время, получается иногда. Еще я знаю такое слово, если пишем белый и белый, это получается бессмысленный. Вот. Сегодня это все. Завтра мы пройдемся по прилагательным более конкретнее и по построению предложений еще раз пройдемся. Домашку давать не буду конкретно такую серьезную, потому что я сейчас занята переводом манги и мне немножко не до этого. Вот. Домашка будет следующая. Нужно будет написать на японском, то есть самому перевести с русского на японском три фразы. Первая фраза. Меня зовут так-то, мне столько-то лет. И последняя. Я люблю такое-то аниме. Название аниме вы выбираете по вашему вкусу. Эту фразу нужно будет написать на листке бумаги, соблюдая все правила написания иерографов. Ссылку, как писать иерографы, я вам скину в комментариях под видео, либо в комментариях под... Не в комментариях, в самом посте ВКонтакте. На этом все. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok